Расскажи, пожалуйста, почему, на твой взгляд, в некоторых семьях родственники дружат, а в некоторых ведет вражда? Есть какие-то глубинные причины? Есть, конечно. На самом деле, у нас есть только один механизм передачи информации от матери ребенка, от отца к ребенку. Это механизм копирования. Другого механизма нет. И, соответственно, отношения в роду выстраиваются копированием. И очень интересная тема, как тогда род с родом соединяется, когда женится мама с папой. Почему именно эти люди поженились? Вот это второй вопрос. А первый вопрос получается, это как идет копирование в самом роду. Ну вот, например, банально, я буду брать свое прошлое и опираться на свою жизнь, как на свой собственный опыт. Моя мама вошла в род моего отца с конфликтом. Ну и, соответственно, я из воспоминаний детства помню, что моя бабушка не приняла нас как внучек с сестрой. Это была версия мамы. Я скопировала эту информацию с мамы. Я ее слышала. Но когда я приезжала к бабушке, бабушка уделяла мне тоже время. Бабушка точно так же отправляла меня собирать ягодки. Она жила в деревне там. И я не видела ничего и не слышала ничего никогда плохого от бабушки. Она ко мне относилась как к своей внучке. Но когда я вспоминаю фразы мамы о бабушке, я же копировала информацию с мамы, то я должна вспоминать бабушку плохой. Точно так же такая же история была. Зато вторую бабушку мамину я всегда вспоминала хорошую, потому что она действительно всегда была очень много со мной, заботилась обо мне и так далее. У меня воспоминания уже были копирования с бабушкой. То есть я с этой бабушкой много общалась. И таким образом, ограничив общение со своей свекровью, мама дала возможность мне копировать со своей мамы, с себя. И я выросла, соответственно, в женском роду. И вот эти все вещи, они шли копированием. Но я же скопировала и историю конфликта. Я скопировала историю конфликта. Я даже копировала всю информацию, не фильтруя. Точно так же делает любой ребенок. Соответственно, так как это цикл, и этот цикл не был осознан моей мамой, значит, он должен был появиться в моей жизни и в жизни потом моих детей. То есть это идет из поколения в поколение дальше. Это модель поведения, так как невестка должна вести себя со свекровью. И поэтому в своей жизни, когда мы поженились, я, осознавая вот этот момент, я начала выстраивать компенсацию для того, чтобы в моей семье такого не было. И в моей семье идет уважительное отношение к свекрови. Дети любят свекровь. Дети общались со свекровью. И свекровь – золотой человек. То есть я со своей стороны компенсировала эту часть. Но зато уже дальше в следующем колене будет, что я должна стать плохой свекровью. То есть это априори должно быть по автоматическому сценарию. Я это понимаю. Точно так же в любом роду любая программа. Это могут быть отношения. Вот, например, есть семьи, где много разводов. То есть там копируется программа, что не обязательно быть верной мужу, не обязательно быть верным жене. Можно иметь там 10 связей на стороне. Можно там иметь приемных детей. Можно, можно, можно. А есть рода, где неприемлемо измена, где неприемлемо жениться без любви, где неприемлемо. И когда вот люди из таких родов соединяются, возникают конфликты программ. А зачем соединяются? Вот мы подошли ко второй части вопроса. То есть внутри рода идет копирование, внутри рода идет циклическая ошибка. Пока она не будет осознанной, не выведена в благодарность. Она будет копироваться и циклически повторяться. Когда мы говорим о людях, как они притягиваются, говорят, притягиваются подобные к подобному. С одной стороны, с другой стороны, притяжение идет всегда на запрос. Всегда у обеих сторон есть запрос. У одной стороны, например, запрос проработать подавленную ненависть. У другой стороны запрос проработать, как проявляется подавленная ненависть у другого человека. И так далее. То есть у каждого есть свой запрос на свою ситуацию. И вот этот запрос, когда ты видишь проявление человека, человек может проявляться к тебе как угодно. Он, например, может манипулировать, он может проявляться из обиды, он может проявляться из злости. Это не значит, что в тебе есть манипуляция, обида и злость. Но в тебе есть запрос на то, чтобы прожить такой опыт «зачем-то». Вот это «зачем-то» надо всегда в себе находить. Потому что всегда соединяются люди под запрос. В одном случае у одного будет нарыв, а в другом случае с другой стороны будет запрос на этот нарыв, на вскрытие этого нарыва и на осознание с двух сторон. Смотрите, всегда осознание с двух сторон идёт. И поэтому завершение любой работы всегда будет идти с двух сторон. Поэтому инфодайм в этом плане очень сильно рулит. Потому что мы заходим с двух сторон, и сразу есть одна сторона запрашивающая, есть вторая сторона, проявляющаяся там из эго. Есть с этой стороны работа, и есть с этой стороны работа. И тогда мы с двух сторон можем завершить игру. Потому что обе стороны надо вывести в благодарность. Если это не сделано, то игра будет продолжаться. И вот здесь вы видите, что у нас есть одна половина надсознательная, вторая подсознательная. Грубо говоря, если мы положим это уже в другую терминологию, если мы возьмём психику, она разделена на четыре сектора. То есть у нас и в надсознании два сектора, и в подсознании два сектора. И когда мы понимаем, что у нас всегда есть два варианта, которые мы смотрим в переотражении зеркал, с какой бы стороны мы ни зашли, мы всё равно будем видеть двоечку. И когда мы вот это осознаём, мы понимаем, что, например, вот одна сторона вышла в благодарность. Что будет происходить с другой стороны? Вторая сторона не вышла, не осознаёт. Что будет происходить со второй стороной? Они разбегаются в разные стороны, здесь возникает циклическая ошибка. Два других сектора будут задействованы, соответственно, будет подтянута следующая комбинация игровая для того, чтобы человек всё-таки прожил этот опыт. И поэтому бывает, что человек, например, в браке, вот расстались люди в браке, они там ругались, например, или там была агрессия, или там измены были. И одна сторона осознала это, вывела в благодарность, завершила и нашла себе спутника или спутницу жизни, где идёт здоровый сценарий, а вторая так и осталась барабаниться в больном сценарии. То есть казалось бы, ну как же, они же были вместе. Дело в том, что каждый завершает игру сам. У каждого есть одинаковое право завершить свою игру. И таким образом в роду всё формируется на основании копирования. А дальше вот когда люди встречаются, два рода встречаются, то они встречаются под запрос, под проработку. И вот эти вот запросы игровые уже каждый завершает сам. И очень классно, когда завершается одномоментно с двух сторон. Тогда игра эта схлопывается, исчезает весь игровой мир. И после этого можно начинать новую игру. Не сохраняя, не разрывая этих отношений. А если мир схлопывается только с одной стороны, а вторая сторона остаётся, то там формируется новый мир и новая игра уже с другими людьми. То есть тогда возникают новые причинно-следственные связи. На самом деле это всё причинно-следственные связи. И это очень интересный момент. И здесь ещё есть такой момент классный, когда благодарность, именно через благодарность человек предстаёт сам перед собой. То есть вот когда одна сторона завершила игру, а вторая сторона не завершила. Вот, кстати, именно с этим моментом, с незавершением второй стороны игры связаны моменты, когда мы говорим, что там больно ударить человеку. Или там иногда люди говорят, что мы там причиним ему вред. Нет, мы не причиним вред. У нас, например, мы-то видим в каждом человеке своё отражение, своё зеркало. Мы увидели это зеркало и понимаем дальше, будем мы играть в игру этого человека или не будем. Мы играем в свою игру, чтобы этот человек был здоров. А как его сделать здоровым? Например, если это мать и ребёнок, и мать паразитирует на ребёнке, играет в игру «я испорчу здоровье и жизнь ребёнку». Я условно говорю, но, например, аутизм относится к такому типу игр. И мать не выпускает ребёнка из аута. Что тогда можно сделать? Вот тогда можно за ребёнка, взять ребёнка, перецепить на себя, за ребёнка завершить эту игру, а мать представить перед собой. То есть ребёнок вышел к ней в благодарность, в абсолютную. У него появляется шанс на развитие, а мать тогда замыкается в собственные ресурсы, предстаёт перед собой. И тогда она начинает двигаться за счёт собственной боли, а не за счёт боли ребёнка. То есть боль, болезнь. И у неё возникают свои проблемы, свои напряжения, свои ситуации в жизни, которые заставляют её двигаться. Но это же не причинить вред матери. Это не сделать там чёрную магию или ещё что-то. Нет. Это дать возможность человеку развиваться за счёт собственного ресурса. Это примерно равно, как, например, изъять ребёнка и отправить её в приёмную семью, где он будет копировать информацию со здоровых людей. А мать тогда останется в той среде, в которой она была, и она в этой среде будет вариться дальше, но уже в эту среду добавятся те истории и те проживания, которые она будет проживать сама через собственную боль, через собственное тело. Но ребёнку она дала таким образом свободу. Точно так же они могут остаться вместе, но при этом условно стало зеркало благодарности. Ребёнка вывел в осознание, в благодарность завершил, прописал, перепрограммировал детей. Можно это прописать, перепрограммировать. Это значительно легче, чем работа со взрослыми. И таким образом ребёнок дальше начинает двигаться, но у матери возникает своя собственная боль. И вот здесь, например, из нашей практики мы понимаем, что матери надо давать полгода, а иногда и год форм не делать этого. Почему? Потому что она может всеми силами говорить, я люблю своего ребёнка, я хочу, чтобы он был здоров, я готова свою жизнь отдать за своего ребёнка. Нет, но при этом она не будет слышать, что ей говорят, она не будет делать практики, она не будет ничего менять в своей жизни, ей надо время на адаптацию, ей надо время на то, чтобы увидеть свою жизнь и своё поведение по-другому. Ведь если человек живёт в болоте и привык к болоту, то помести ему в чистую воду, он начнёт от неё захлёбываться. Она для него будет токсична. И так помести его в любую чистую среду, он тут же её либо загадит, превратит в привычную, либо он от неё будет умирать, она для него будет ядом. И вот этот момент, когда человек сам осознаёт, что он сам загрязняет свою окружающую среду, что мы видим, кстати, и в природе, как делает вообще человек, и когда он осознаёт постепенно, что он загрязняет окружающую среду, загрязняет свой мир, его мир ядовит, и он постепенно начинает осознавать, вот момент, когда я загрязняю, чем загрязняю, виной, обидой, манипуляциями, злостью и так далее, у него появляется шанс это очистить. Но это очень большой путь к себе, и это очень большая трансформация личности. Почему трансформация личности? Потому что всё, что касается эмоций, всё, что касается токсичного поведения, вот на этих низких частотах, где я виню, я обижаюсь, я злюсь, я ненавижу, я там проклинаю, я там жадничаю, я там горжусь, я там, я там, я там, вот этот весь низкочастотный диапазон от благодарности и ниже, это всё эмоциональная часть, токсичная часть человека. И это всё эго, это всё про личность, это всё про то, что мы считаем я. А на самом деле, вот когда мы говорим о личности, и когда мы говорим о я, это разные вещи, я — это единое сознание, я у всех одно. А вот этот окрас, линза из наборов программного обеспечения, из структур личности, скажем так, это эго, оно у каждого формируется методом копирования с родителей. И поэтому эго всегда сформировано матерью, всегда матерью, отцом, бабушка, если она рядом, теми, с кого скопировано. У ребёнка зафиксированы моменты, и эти моменты являются определяющими в его поведении. И эти моменты считаются для него нормальными. И вот эти нормы, они в дальнейшем будут основой вторичных выгод, потому что эти нормы, они в подоснове будут иметь какую-то жизненную историю, и в этой истории прописалось это как норма. Для кого-то норма бросить носки на пол посреди зала, для кого-то норма их аккуратненько сложить каждый день в мойку, а для кого-то положить на полочку, авось я их ещё раз одену. У каждого своя норма. Но именно эта норма будет лежать, иметь в подоснове историю, когда кто-то из окружающих, там мама, например, ребёнку обратила внимание, сказала, носки надо класть на полку, или убрать в машину, иначе дам по попе, или бросить посреди зала, сама бросала, и ребёнок это скопировал, и это стало нормой. То есть норма в основе всегда будет иметь элемент копирования, который подтверждён, например, травмирующей ситуацией. Мать поругала, мать показала, мать обратила внимание. То есть просто обратить внимание, не наказать, не ругаться, это не всегда стрессовая ситуация. Это тоже внимание было зафиксировано, и это можно уже назвать травмирующей ситуацией, которая стала для ребёнка нормой. И ребёнок будет проявляться так, но это записано в программном обеспечении через эго, и это всегда было копирование. То есть наши травмы всегда идут через копирование. Копирование с родителей, там, где были участники, и разворот программного обеспечения родителей в какую-то жизненную историю. Вот это будет основа поведенческого проявления человека в жизни. Вот это его эго. К эго добавляется программа ума собственная. Она тоже формируется копированием с родителей. В частности, всё, что касается программы ума, здесь больше задействована мать, нежели отец. Интеллект ребёнка, вот эта большая часть, на которую опирается программа ума, большая часть психики, копируется с матери. Именно с матери. И поэтому, если женщина недоразвитая, то у ребёнка будет страдать интеллект. И, соответственно, программа ума, у него будет уже иметь определённые ограничения при заполнении информацией. Поэтому очень важно, чтобы женщина в роду развивалась, чтобы женщины имели образование, чтобы они имели свободу, чтобы они путешествовали, чтобы они двигались, чтобы они читали, чтобы они осознавали и так далее. То есть женщина, мать, она должна иметь развитие. Если женщина недоразвитая, то потомство будет недоразвито. Это априори так. Но в основе, смотрите, везде механизм копирования. А вот всё, что касается эго в дальнейшем, если в одном роду нормы были приняты одни, это считалось нормальным, а в другом это было принято другое, и если есть конфликты программ, то конфликт программ лежит всегда в основе запросов на проживание иного опыта. Ведь как норму подсветить, что она не норма? Ну как психика может подсветить норму, что она не норма? Психика может только луч внимания направить через что? Через боль. А через боль, это значит, должен проявиться конфликт программ, тогда будет подсветка. Это значит, надо привлечь человека, у которого будет другое программное обеспечение, и столкнуть лбами эти два программных обеспечения. И тогда на повестку дня можно будет увидеть вот этот косяк в программном обеспечении и его через благодарность закрыть. Но, как правило, человек через благодарность это не закрывает, а человек начинает проявлять эмоцию, в эмоцию начинают втягиваться другие персонажи, у которых аналогичные проблемы, и пошла свара. И дальше всё сбрасывается в одну кучу, и ты не знаешь, где начало, где конец. И в принципе, это является основой болезни. Это когда уже набросано столько всего, что человек не знает, где искать начало, где конец, и тогда надо просто через боль разрезать, и с чего-то начинать разматывать этот уже клубок ядовитый в психике человека. Вот тогда уже на помощь приходит болезнь, и тогда на контуре рот, тогда рот становится гнилой, например, как заражённая яблоня. И тогда она не может давать здоровое потомство. Тогда в потомство приходят болезни, которые не дают возможности размножаться. Там всё, что связано с бездетностью, всё, что связано с умственными отставаниями, с психическими нарушениями и так далее. Это те моменты, когда, опять-таки, с проблемами генетическими, это когда ветка рода обрубается. Всё, значит, контур рода заполнен. Там уже такая каша образовалась в программном обеспечении, много конфликтов программ, много неосознанно. И размотать это как клубочек уже психика не сможет. Здесь надо рубить, отрезать ветку и переносить инкарнационный цикл на другое дерево, чтобы именно этот сорт сохранился. Ой, яблочек, да? Вот так это всё происходит в роду, если в двух словах. Вопрос, что с этим делать? Вопрос, что с этим делать? И как это всё можно раскрутить у себя? Ведь мы же интересны сами себе. Нам интересно, как изменить свою жизнь, чтобы убрать из жизни вот эти косяки. Кто-то уже осознаёт свою болезнь и не знает, как справиться с болезнью. Он понимает, что в основе есть вторичная выгода. Вторичную выгоду искать, смотрите, как психологи, психотерапевты вторичную выгоду загоняют, куда? Когда, говорят, причина болезни, загоняют в прошлое. Говорят, ну там вот в прошлой жизни или там в роду были там дедушки, бабушки, они там виноваты. И вынесли ответственность и создали уже дельту, создали игру. И всё уже можно играть в эту игру, но это не уменьшает болезнь, не убирает болезнь. Более того, это уже получается игра в игре, сон во сне. И это ещё один виток спирали циклической ошибки, который работает в минус, а не в плюс. Это причиняет вред психике человека, такой подход, и это вредит развитию сознания человека. Это про деградацию на самом деле. Если смотреть грамотно, всё-таки осознанно себе в психику, смотреть, как навести порядок, как убрать конфликты программ, то это варианты работы с собой, осознавая, что я полностью всё создал сам. Здесь только субъективное восприятие. И это только в загрузках, когда мы можем работать со своим подсознанием и с надсознанием. И какие-то родовые вещи нам очень классно поможет зачищать именно сам инкарнационный переход человека. Это, знаете, как переход день-ночь. Причём парадокс. Смотрите, наш момент здесь и сейчас — это на самом деле фаза глубокого сна в психике. То есть всё формирование нашего момента сна, вот нашей жизни, нашего момента здесь сейчас, идёт в фазе глубокого сна. Это одно и то же. То есть мы спим, когда мы живём. Это факт. И точно так же, когда мы формируем нашу жизнь, мы формируем её полностью не осознавая. Но мы можем, имея физическое тело, вернуться в эти моменты формирования жизни, взять их в момент здесь и сейчас и откорректировать какие-то моменты, которые важны, которые интересны. И мы точно так же в моменте здесь сейчас можем корректировать родовые программы. Опять-таки в инкарнационном цикле, потому что именно там мы задаём свою папу и маму, мы их создаём сами. Наше сознание нам создаёт нашего папу и нашу маму. Наше сознание создаёт, какое тело будет здоровое, оно будет или нет. Наше сознание в инкарнационном цикле всё это заложено в автоматический сценарий. Наше сознание создаёт, как мы будем жить, развиваться и так далее. В какую игру мы будем играть. И вот всё, что касается родовых программ, закладывается там же. Поэтому у меня есть предложение, например, сделать практикум такой, на час работы с коллективным погружением одновременно. С одной стороны с объяснениями, с другой стороны. Всё, что касается проработки родовых программ, которые есть у нас у самих в подсознании. Каких-то таких, тех вещей жёстких, которые приводят к определённым циклическим ошибкам. Пускай они всё подряд вымести, всё подряд невозможно. Этот фильм невозможно прервать. Он всё равно будет создаваться и создаваться, и создаваться. Но мы можем внести те коррекции, изменения, которые приведут к тому, что этот фильм станет другим. Например, более счастливым, более здоровым, более успешным. Более, более, более. То есть на решении каких-то вопросов. И я предлагаю сделать этот практикум, например, в воскресенье. Сегодня какое число? В седьмое. Сегодня пятница. Восьмое, девятого числа. В воскресенье девятого числа в 20 часов. Обычно в понедельник, но в понедельник я уеду. В понедельник я уеду. Я не знаю, будет ли у меня там интернет, потому что это территория, граничащая с Россией. Там поля, луга, реки очень красиво. Я еду в великолепный город белорусский Мстиславль. Буду там собирать травы. Лето пришло. Позабочусь о свекрови своей любимой и так далее. Поэтому я не знаю, как у меня в понедельник получится, потому что в понедельник переезд. Туда будет дорога. Поэтому давайте мы в воскресенье вечером встретимся. В 20 часов поработаем с родовыми программами. Практикум я сегодня поставлю в расписании, пока его еще нет. А в 18 часов я отвечу на ваши вопросы. Не в понедельник, а в воскресенье, чтобы в понедельник я уже не торопилась, не искала интернета и не знала, будет у меня роуминг, или будет у меня белорусский интернет. Потому что я очень люблю приграничья. Очень-очень люблю купаться в сажек, который делит вот эту красивую землю на две части. На российскую часть и на белорусскую часть. Я очень люблю там собирать траву. Вот, поэтому давайте до встречи в воскресенье. Какого 5 числа, блин? Сегодня седьмое. Вова. Седьмое. Седьмое, пятница, восьмое, девятое. Значит, до встречи 9 числа. В 18 часов на стриме вопросов и ответов. А в 20 часов мы проведем практику. Кстати, практику будет в половину стоимости, то есть он будет недорогим. Практику, где мы поработаем с родом, с родовыми программами и с тем родовым наследием, которое нам досталось и которое бы мы хотели изменить в себе. То есть все то, что мы скопировали, а что бы мы хотели изменить в этом объеме скопированной информации. Либо же осознать в этом объеме скопированной информации, чтобы завершить. Смотрите, если посмотреть глубже в сам механизм копирования, что такое копирование? По сути дела, это процесс, когда отделяются зерна от плевел. Вот идет информация, и если это про любовь, то это проходит и осознается. Через фильтр прошло. Если это про подмену любви, то есть это про другие варианты, где вы подменяете любовь манипуляциями, эмоциями, где вы заваливаетесь не в состоянии любви, и там отсутствует благодарность, потому что любовь полностью основана на благодарности. Нити любви — это благодарность. Если там этих нитей любви, благодарности нету, то есть любовь не проходит через вот эти ячейки, и вся отфильтрованная информация, она ложится в основу автоматического сценария. И таким образом, копирование — это вот этот вот мешочек, который автоматически переносится в зеркале, в жизнь для того, чтобы вы это прожили. А всё, что было и имело в основе любовь, оно отразилось, и оно создало тот свет, через призму которого вы потом и увидите вот это вот зеркальное отражение, то есть как лучик в зеркале. Это настолько просто, просто невероятно. Это сам механизм, который есть в психике абсолютно каждого человека. Именно благодаря этому механизму разворачиваются наши игры, и именно этот механизм я бы назвала сатаной, если уже брать библейскую терминологию. То есть само копирование — это и есть сатана. Почему сатана? Потому что идёт такая подмена. Казалось бы, это про любовь, а на самом деле ты получаешь кучу дерьма в отработку. Но это же про любовь, это же из любви, это всё сотканно из любви, но это всё, чтобы познать какую-то грань любви. Вот это какая-то грань любви, это и будет вашим предназначением на жизнь. На день и так далее. У нас что же, день, ночь, жизнь, смерть — это всё восьмёрочки, одинаковые циклы. Настолько интересно, это настолько красиво в психике, это настолько увлекательный тогда вопрос, а что же тогда Бог? Бог — это тоже подмена, господа. Точно так же, как и сатана. Это такая же лживая подмена, потому что даже принять в себе Бога человек не может. А это такая же лживая подмена. Это я объясняла на прошлой лекции. А тогда кто же человек? А человек — создатель этой игры и не хочет принять сей факт, потому что для этого надо взять ответственность на себя. А это значит впустить Бога домой. И тогда уже можно осознанно создавать сценарий. Но для этого надо проснуться. И тогда вот это просыпание в моменте здесь и сейчас — это и есть прямое создание. Но если вы не проснулись, то будет идти автоматическое создание. Тогда вы робот-автомат. Как-то так. Хотите глубже? Тогда начинайте читать наши книги. Там показывали, там стояли. Вот наши книги. Мы подробно рассказывали, описывали всё, что касалось психики, шагов, шаг за шагом. Убирали подмены, давали осознавание. Книги глубочайшие. И не пройдя этот путь, вот всё, что я говорю, можно рассматривать программой ума как вырвано из контекста и говорить, вот это бред, это так и не так, я поспорю. Нет, вы сперва осознайте, а потом поговорим. До встречи!